Поскольку сразу несколько человек в комментариях попросили сделать меня разбор на Ивана Красавина и его видео про подтягивания, то я не мог проигнорировать ваши просьбы. И сегодня мы будем смотреть ролик под названием «90% делают неправильно, подтягивайся только так». И если прямо сейчас у вас нет времени на то, чтобы посмотреть весь разбор целиком, то краткое резюме. Сначала Иван будет говорить ерунду, потом будет говорить по делу, потом снова будет говорить ерунду, а в конце еще будет впаривать нам фуфлами цены. Для тех, кто хочет смотреть полный разбор, мы начинаем. Вот так подтягиваться неправильно. Посмотри это видео, потому что это не только позволит тебе наконец-то задействовать широчайшую мышцу спины и начать подтягиваться правильно, но и избежать травм, а это очень важно. Начать нужно с того, что понятие «правильно» и «неправильно» — это субъективные оценки, которые можно использовать только в контексте наличия конкретных правил. Ну, например, вы сдаете норматив по подтягиванию в школе, или в университете, или на работе. И у принимающей стороны есть конкретные критерии, по которым оно оценивает ваши подтягивания. И если ваши подтягивания не будут соответствовать этим критериям, то можно говорить, что эти подтягивания были сделаны неправильно. Если же мы говорим непосредственно о тренировках для самих себя, для своего здоровья, то нельзя говорить, что подтягивания «правильные» или «неправильные». Например, в кроссфите подтягиваются с киппингом. В полиатлоне можно подтягиваться на нежесткой перекладине, в то время как в воркауте общепринятые, чистые, ровные, качественные подтягивания. Но говорить, что какие-то из них «правильные» — что ты здесь делаешь? Здравствуйте. Например, в кроссфите в технике подтягивания активно используется киппинг. В полиатлоне можно подтягиваться на нежесткой перекладине. Ну а в воркауте приняты чистые, ровные, качественные, силовые подтягивания. Но при этом нельзя сказать, что какие-то из них «правильные», а какие-то из них «неправильные». В то же время можно сказать, что какие-то из них будут более эффективно тренировать ваши мышцы, и какие-то из них будут менее безопасными для вашего здоровья. Поэтому так и говорит Иван Красавин, что вот эти подтягивания, которые он показал, они «неправильные», а вот сейчас он покажет «правильные», говорить в принципе некорректно. Но давайте посмотрим, что же он имеет в виду под этой терминологией. Меня зовут Красавин Иван, давайте разбираться. Вот так подтягиваются почти все и делают это неправильно. Честно говоря, я вот сколько времени не проводил на площадке, но такие конкретно подтягивания я видел только у тех, кто увлекается бодибилдингом, и они где-то увидели, что так можно накачать себе широкую спину, поэтому стараются так подтягиваться, прогибаясь в груди. Люди, которые тренируются исключительно на воркаут-площадках, на уличных турниках и брусьях, я у них этой ерунды, честно говоря, не видел. Поэтому говорите то, что почти все так подтягиваются. Напишите в комментариях, подтягиваетесь ли вы так, или может быть вы видели кого-то на площадке, и как часто вы видите таких людей. Будет интересно собрать статистику. Главная функция широчайшей мышцы спины – это приводить плечо к корпусу. Напоминаю, вот это плечо, а вот это предплечье. И это не только мышцы, которые сверху. И эту кость широчайшая мышца спины тянет к корпусу. То есть, чтобы максимально задействовать эту мышцу при подтягивании, нам нужно тянуть и приводить локти к корпусу. А вот лопатки приводят большая и малая ромбовидная мышца. Мы используем ромбовидную, и даже не столько ромбовидную, сколько мышцы вращательной манжеты плеча, для того, чтобы стабилизировать плечо. Чтобы у нас там ничего не болталось, когда мы выполняем подтягивания. И мы могли развить максимальное усилие, потому что у нас будет жесткий каркас. Жесткая будет передача, выше будет КПД. Из-за того, что мы ее постоянно задействуем, больше всего образуется триггерных точек в этой мышце, спазмируется, и оттуда боли, всякие там сковывания. Поэтому приводить лопатки, то есть сводить лопатки при подтягивании вообще не нужно. Вообще-то нужно, когда ты сводишь лопатки вместе, ты стабилизируешь плечо. И дальше даже в видео он сам будет показывать, он будет начинать движение именно со сведения лопаток, для того, чтобы стабилизировать свое плечо, и развить максимальную силу в дальнейшем движении. Это не связанные моменты. То, что он говорит про приведение плеча, широчайшие мышцы, да, это абсолютно правильно. Действительно, функция широчайшая – это приводить плечо. Соответственно, чтобы максимально нагрузить, нужно максимально растянуть, да, так вот поднять руку, максимально растянуть. То есть вы максимально, насколько могли, плечо отодвинули от тела, и затем вы его приводите. И приводите вы его, действительно, хороший маркер является локоть, приведение локтя к корпусу. Это вот будет у вас как раз приведение плеча. Это, кстати, нам также даст ответ на вопрос, на какую высоту лучше подтягиваться. То есть некоторые подтягиваются до, там, носа, кто-то до подбородка, а кто-то подтягивается вообще до солнечного сплетения. И мы видим, что чем выше вы подтягиваетесь, тем ближе становятся ваши локти к телу, и, соответственно, вы будете давать больше нагрузку на ваши широчайшие мышцы. Смотрим дальше. Почему-то все, кто подтягивается, стараются максимально тянуться грудью вверх. Из-за этого прогибается спина в пояснице, и происходит такой прям перегиб. А посмотрите, куда уходят локти при таком подтягивании. Они уходят назад. И широчайшая мышца практически не работает. Получается, приведения плеча вообще нету. Есть только вращение плеча, из-за этого локти и уходят за спину. Вот в этом движении почти вся нагрузка переходится на круглые мышцы спины. Они находятся вот здесь. Такие две выпирающие мышцы. Такая техника подтягивания визуально, к сожалению или к счастью, обрезает спину. Получается, что вот эти круглые мышцы развиты в спине, а самой широчайшей, она же должна снизу идти, такой красивой длинной мышцей, а ее нету, потому что всю нагрузку на себя берет как раз эта мышца. Круглый вращатель. Это большая и малая вращатель. Поэтому такая техника подтягивания не только неэффективна для широчайшей, но она еще и травмоопасна для спины, особенно с этими прогибами. Да, в том плане, в котором он говорит про прогибы, когда действительно у вас получается переразгибание в позвоночнике и будет позвоночник пытаться выдавить межпозвонковые диски из своего стандартного положения, из-за того, что вы так сильно прогибаетесь, стараясь грудью дотянуться до турника. Те, кто так делают, он говорит, что очень много кто так делает, но я, честно говоря, видел это только у бодибилдеров, у обычных людей я не видел такой техники, никто так не старается сделать. Да, это травмоопасно, это действительно так. Так что лучше, если вам ваше здоровье и здоровье вашего позвоночника важно, лучше так не делать. Что касается движения локтей и использования большой круглой, малой круглой, то даже когда вы делаете широким хватом в небольшой амплитуде, у вас все равно основную работу будет выполнять широчайшие мышцы, потому что это самая крупная мышечная группа, отвечающая за приведение плеча. То есть локти у вас все равно, даже если они назад уходят, они все равно к телу приближаются, соответственно, широчайшая будет включаться в работу. Большая круглая также отвечает за приведение плеча к телу, и поэтому часть нагрузки, естественно, будет уходить на нее, она будет на себя забирать и будет тренироваться по мере роста нагрузки, прогресса нагрузки будет увеличиваться в размерах. Это так. Говорить о том, что это портит визуально, сложно сказать, потому что очень многое зависит от вашей генетики. То есть у кого-то широчайший крепится высоко, у кого-то широчайший крепится низко. Это мы уже разбирали в видео про Арчо Морриса, можно посмотреть, он как раз нам показывает разных ребят с разными точками крепления именно мышцы к сухожилиям, у кого-то сухожилие длинное, у кого-то короткое, и от этого в первую очередь и зависит то, как визуально будет выглядеть ваша спина. В том плане, что если вы будете потягиваться только вот в такой небольшой амплитуде, закачаете большие круглые, а широчайшие у вас останутся недоразвитыми, это не соответствует действительности, потому что широчайшая всегда будет участвовать в приведении плеча. Потому что это самая большая мышечная группа, и организм, не будь он дураком, да, он её использует. Самый простой способ. Начинаем, давайте делать правильно. Хват. Чем шире хват, тем больше мы задействуем волокна мышц ближе к спине. Ещё раз, ближе к позвоночнику. То есть, когда мы берём слишком широко, мы не задействуем широчайшую на ширину спины. Мы, наоборот, ближе к позвоночнику задействуем. И, наоборот, чем уже мы берём хват, тем больше мы начинаем расширять спину. То есть, вообще, по сути, классно бы подтягиваться для широкой спины узко. Так, это полная чушь. Полная чушь. Если мы посмотрим на анатомию широчайшей мышцы, увидим её точки крепления. Широчайшая мышца спины занимает всю нижнюю часть спины, подходя своей верхней частью под нижний конец трапециевидной мышцы. Она берёт начало от истистых отростков последних четырёх, а иногда пяти и шести грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, а также от задней части подвздошного гребня и, наконец, четырьмя зубцами от четырёх нижних рёбер. От мест своего начала волокна широчайшей мышцы спины идут кверху и латерально, в сходящемся направлении и прикрепляются к ристотуберкули минорис плечевой кости. Функция. Разгибает и пронирует плечо, отведённую руку приводит. Действуя через посредство плечевой кости, мышца передвигает в том же направлении и пояс верхней конечности. Вследствие своего прикрепления к рёбрам, мышца при фиксированных руках может расширять грудную клетку, содействуя вдоху, а также подтягивать туловище к рукам, например, при лазании по канату. Без труда сможем сказать, что она не имеет деления по ширине. Она имеет деление только по высоте. То есть точки крепления у неё с одной стороны к бугорку плеча, с другой стороны, видим в центре у неё огромное количество точек крепления, они все отличаются по высоте. Именно поэтому, в зависимости от того, под каким углом вы будете подтягиваться, вертикально или горизонтально, вы можете менять нагрузку и перемещать её с одних мышечных волокон на другие по вертикали. По горизонтали это единая мышца, единое мышечное волокно. И таким образом, вне зависимости от того, потягивайтесь вы широким хватом, потягивайтесь вы узким хватом, широчайшая мышца будет выполнять одно и то же движение. Она будет приводить ваше плечо к телу, да? Локоть можно использовать как маркер, приводить локоть к телу. Вне зависимости от того, каким хватом вы берётесь. Просто чем уже ваш хват, тем вы сможете в конечной точке сильнее привести локти, сильнее привести плечо к телу, дать большую нагрузку на широчайшие мышцы по сравнению с тем, что вы взялись широко. Просто потому, что вам не позволит анатомия привести локти сильнее определенной точки. Поэтому то, что он сейчас говорил, и то, что он красненьким выделял у себя на спине, это полная ерунда. Волокна там так не разделяются вообще. Но в этом подтягивании, если узко браться, сильно забирает на себя нагрузку мышцы предплечья. Вот эти вот красные части, которые он выделил по краям, я не знаю, что он вообще выделял. Широчайшая, она едина по всей ширине. Ты не можешь задействовать только крайние части широчайшей мышцы. Это невозможно. И бицепс. Поэтому вообще самый оптимальный хват это немного шире ваших плеч. Мышца спины будет работать вообще во всём диапазоне, то есть максимально. И при подтягивании движение начинайте не с лопаток. То есть вообще нафига нам задействовать ромбовидную мышцу? Мы начинаем с приведения. Да, действительно, чем уже вы беретесь, тем больше появляется у организма. Вы сможете использовать мышцы плеча, мышцы предплечья. Это и бицепс, это и плечо-лучевая, которая также отвечает за сгибание руки-локтя. Но организм начинает их использовать, когда вы уже прошли большую часть амплитуды и согнули локти до угла 90 градусов. Только когда плечо уже пришло к телу, появляется возможность осуществить сгибание руки в локте. То есть, видите, вы висите. Первым делом организм будет приводить плечо к телу, используя широчайшие мышцы. И здесь не важно, какой у вас хват, он всё равно будет использовать широчайшие. А вот уже в верхней части, когда появляется возможность использовать по полной плече лучевой бицепс, естественно, при более узком хвате, таких возможностей больше, организм будет их использовать и, соответственно, снимать нагрузку с широчайших мышц. То есть, мы фокусируемся на том, чтобы локти тянуть к корпусу и направляем эти локти к ребрам. Вот на чём нам нужно самое главное сконцентрироваться при движении. В этом положении, естественно, у нас таз уйдёт вперёд. На самом деле, нет. То, что у него начало тело уходить вперёд и ноги уходить вперёд, никак не связано с тем, куда он именно тянет свои локти. Точно так же тянуть локти можно и подтягиваясь строго вертикально. Немножко будете скруглять спину. Это даже на первом этапе лучше, чем вы максимально прогибаетесь. При таком подтягивании у вас таз уйдёт немножко вперёд, локти будут двигаться к корпусу, а сам корпус немного отдаляться от турника. Вот это вот такое, получается, наклонное. И это самое правильное положение корпуса при подтягивании. Опять же, нельзя говорить правильное, неправильное. Он мог бы сказать самое эффективное, но нет, это не то, чтобы самое эффективное. Вы можете вертикально подтягиваться, опуская турник перед собой, делая высокие подтягивания в строгой вертикали, как, например, их делает Ганнибал. И это будет очень мощная нагрузка. Это будет гораздо тяжелее, чем ваши любые варианты подтягиваний, которые вы привыкли делать. И опять же, это будет более эффективно с точки зрения получения результата за единицу времени. Честно говоря, скругление спины, про которое он говорит, я здесь не увидел. Но да, это будет более безопасно, чем тот вариант подтягиваний, который он показал вначале. То есть ощущение, что мы хотим сделать выход. Кстати, вот с этого движения начинается правильный выход на турнике. Нет. Во-первых, у меня не создалось вообще ощущение, что он собирается сделать выход. Во-вторых, с этого движения что-то похожее на это движение. Да, именно с этого. Но выход силы и подтягивания это принципиально разные упражнения. Нужно понимать, что в подтягиваниях вы тянете себя к турнику, и именно поэтому вы локти приводите к телу. В выходе силы вы опускаете турник перед собой. Стараетесь его опустить перед собой. Хотя плечи тоже так же приходят к телу, но движение по сути другое. И, например, те же локти при выходах силы нужно держать не в стороны, а как можно ближе к телу изначально, потому что так вам будет легче сделать выход за счет того, что будет меньше просто длина рычага. Да, при опускании мы ни в коем случае не опускаем плечи, то есть не поднимаем плечи к ушам, не вытягиваем лопатки. Это и травмоопасно, и придется при первом же движении назад, то есть при подтягивании, опять задействовать ромбовидную. Я, кстати, часто, видите, говорю про ромбовидную, потому что... Ну, то есть в самом начале ролика он не понимал, зачем нам вообще сводить лопатки, а сейчас сам же приходит к тому, что лопатки надо в начале движения сводить. Он вообще не отсматривает материал, который снимает, и у Ивана не возникает вопроса к тому, что он немножко непоследователен в этом процессе. В ней постоянно очень много триггеров из-за того, что мы ее постоянно перенапрягаем. Ее, наоборот, нужно расслаблять, раскатывать, чтобы убрать эти триггеры, чтобы спина была легкая. Посмотрите на подростков. Спина была легкая. Можно начинать вести словарик терминов, которые используют фитнес-тренеров в своих видео, и которые не имеют никакого отношения к науке, и записать туда легкая, легкая спина. Легкая, как перышко, я не знаю. Вот перышко может быть легким. Что имеется в виду под легкой спиной? То есть, да, сам посыл правильный, то, что нужно разбивать триггеры, потому что триггеры со временем могут привести к более серьезным травмам, если их игнорировать. Это абсолютно верно. Использование массажного шарика твердого или шарика для лакросса резинового отличный вариант, он вам поможет. Особенно, если вы много сидите за компьютером, скукожившись, тогда вы тоже понимаете, что такое триггеры... Что такое триггеры в спине. Ну, вот эта вот спина, чтобы была легкая. Они могут практически все выпирать так лопатки, потому что нету там еще никаких перенапряжений и спазмов. Вообще, выпирание лопаток говорит тоже не о здоровье этой части. Она говорит, что у вас недостаточная сила мышц, которые контролируют лопатки, потому что они выпирать не должны на самом деле. Но это тема для какого-нибудь другого видео. И если до этого ты подтягивался 15 раз и с дополнительным весом, то всего скорее твое количество резко упадет. Придется отказаться от дополнительного веса, и это нормально. Есть главное правило. Качество, а не количество. Зато, может быть, в первый раз после подтягивания ты почувствуешь именно широчайшую вот в этой области, а не круглые вращатели. Ну, наверное, да. То есть правило всегда простое. На первом месте идет форма, для того, чтобы вы контролировали работу мышц и нагружали именно те мышцы, которые вы хотите нагрузить. И уже на втором месте идет количество, для того, чтобы увеличивать нагрузку на те мышцы, на которые вы хотите. Кстати, вот когда он сам делал подтягивания, он мог подтягиваться еще выше. У него была возможность сдвинуть локти еще ближе к телу. Но он почему-то этого не делал. Не знаю почему. Если не можешь сделать собственным весом, используй ленточный амортизатор. Благо его можно найти где угодно, в любом спортивном магазине или там в интернете. На нем можно учиться делать правильные выходы. И подтягивания. И пользуясь случаем, раз Иван сам начал рассказывать про резиновые петли, я не могу не поблагодарить магазин workoutshop.ru за спонсирование этого ролика. В этом интернет-магазине вы найдете абсолютно все спортивные товары, которые понадобятся вам для тренировок дома или на улице. Резиновые петли, жилеты-утяжелители, пояса с цепью для отягощений и много всего другого. Заходите по ссылке в описании к видео, делайте заказы и поддерживайте нашу работу. Так что он тебе точно понадобится. Все то же самое. Мы подтягиваемся, локти к корпусу, таз чуть вперед, отдаляемся немного от турника и приводим плечи как можно ближе к корпусу. Большим минусом неправильных подтягиваний это не только незадействование мышцы спины, но и травмоопасность спины и плечевого сустава. Обязательно, кстати, посмотрите предыдущее видео об упражнении, которые ни в коем случае нельзя делать, чтобы сохранить ваши плечи от неизбежных травм рано или поздно. Сейчас подсказка появится в правом верхнем углу. Переходите, смотрите. Вот в этом видео многие в комментариях писали, что уже травмировали плечо или чувствуют какой-то дискомфорт. Совсем недавно я такой же человек, кто спешил с большим весом на французском жиме лежа. Это мое любимое упражнение для трицепса, я думаю, вы знаете. Кстати, вот почему нужно обязательно разогреваться и подходить к тяжелому весу. И вот был сильный дискомфорт, я понял, что нужно быстро восстанавливаться, стал использовать мазь от компании. Так, сейчас мы к этой мази от компании еще вернемся. Первое, что хочется сказать, что да, я не смотрел ролик про вредные упражнения для плечевых суставов, но судя по превью, там действительно все очень вредно и плечо оказывается в крайне неестественном положении, да еще под нагрузкой, когда они выполняются. Поэтому, может быть, мы разберем его в следующий раз. Что касается трицепсовых разгибаний, то мне эта техника кажется очень небезопасной, когда вы вес опускаете себе на лоб, потому что если вы не проконтролируете, штанга прилетит вам на лоб. Вы можете опускать вес себе за головой, да? То есть анатомически там, в принципе, возможность, это дело есть, и на трицепс нагрузка тоже будет нормальной. С другой стороны, может быть, ему неприятно как-то это, по ощущениям в локте, может быть, трицепс щелкает еще что-то, он именно так делает, но если вам позволяет возможность и анатомия не рисковать своим здоровьем, не рисковать возможность уронить на себя штангу на лицо, то, наверное, стоит ей воспользоваться. Кроме того, есть и другие более безопасные упражнения в тренажерном зале на трицепс. Любые варианты трицепсовых разгибаний будут делать абсолютно точно такую же работу. Я имею в виду там трицепсовое разгибание на кабеле, но при этом абсолютно безопасно. Подумайте, подумайте над этим. А теперь вернемся к фуфломицинам. Экоэлемент такой, это гель. Прям 3-4 раза мазал, как написано в инструкции. Честно, был немного скептически настроен, там все такие натуральные ингредиенты, но правда, уже через два дня я почувствовал улучшение. Решил, что, может быть, это психосоматика, типа там мажешь и оно помогает. Дал своей подопечной, у нее болела кисть, так как две недели назад она ее потянула. И она, она уж точно скажет правду, она сказала, что тоже прям улучшение за пару дней. Я специально не поленился и посмотрел состав этого чудо-геля. Вот здесь он приведен. И я не представляю, что из вот этого всего может оказывать подобное действие. С другой стороны, кисть могла сама пройти. Две недели это достаточно большой строк для небольшого растяжения, чтобы кисть прошла. Чтобы вы понимали, на сайте этого производителя он не приводит никаких доказательств, никаких исследований, подтверждающих тот факт, что вот эта его ерунда хоть как-то работает. Для сравнения, если мы возьмем любой известный и проверенный гель, такой как, например, Вольторен, мы найдем огромное количество работ на том же подмеде, где доказывается эффективность использования именно этого действующего средства в качестве противовоспалительного агента. То есть это действительно работает. Вот этот гель, тут даже по составу очень большие вопросы, что это может работать. А по списку тех эффектов, которые он дает, честно говоря, я удивился, что он не позволяет вам летать и стрелять фаерболами, потому что настолько замечательный гель. Так что с точки зрения науки, мы видим, что Иван рекламирует, что? Что? Фуфломицин. Очередной фуфломицин. Фуфломицин. В лучших традициях Михаила Прыгунова, который тоже рекламировал фуфломицин. И вот здесь я делал разбор. Видимо, хорошо платье. Можно использовать и для плеча, и для спины, если есть воспаление в любой вообще мышце. Проверил на себе, это точно работает. Проверка на себе не является гарантией того, что это точно работает. Анекдотические доказательства являются самой нижней ступенью научных доказательств. А других никаких доказательств о том, что это работает вообще, на данный момент, нет. Не существует. Либо, конечно, может быть, я не нашел, и вы мне их напишите в комментариях. Или, может, производитель бренда придет и напишет нам в комментариях. Но я более чем уверен, что этого не произойдет. То есть это просто какая-то ерунда. Для тех, кто не особо разбирается в том, что он делает. Например, для подопечных Ивана Красавина, которому он просто дает эту штуку, говорит, она точно работает, попробуй, и все. Я не буду рассказывать подробно про этот гель. Вы сами можете изучить. Ссылку на гель и вообще продукцию Экоэлемента я оставлю в описании под видео. Их, кстати, Экосорбент уже принимаю более 4 месяцев. Лечил когда свой кишечник после лактозной непереносимости. И это видео выйдет следующим. Очень рекомендую про молочку и вообще про лактозную непереносимость. То есть посмотреть это видео прям будет точно вам полезно. Скажу только, что все ингредиенты гипоаллергены, натуральные, и мне самое главное, что помогает. Классно, что он быстро впитывается и не оставляет следов на одежде и постельном белье. И если вы думаете, что это прямая реклама, чтобы вы понимали, я сам им написал, что мне помогло. Давайте я расскажу про этот гель у себя в видео. А мы сделаем вид, давайте, что мы поверили, что это не реклама, что он им сам написал. Точно так же, как я сам написал в магазине Workout, сказал, мне очень нравятся ваши кофты. Ребят, давайте я в видео буду про них рассказывать. Отличные просто кофты, отличные перчатки, отличный весь инвентарь. Давайте я буду в каждом... Оно столько отлично, что я буду прям в каждом ролике рассказывать. Это не реклама, это вот я от души, от души захотел. Хотя на самом деле, да, в магазине Workout супер товары, я очень доволен. И на этом канале вы никогда не увидите продукцию, которой я сам не пользуюсь. Ну круто же, да, если помогает тебе делиться этим с другими. Для усиления эффекта геля они рекомендуют использовать сорбент в сочетании... Про него я обязательно расскажу в следующем видео. Что? Сорбент в сочетании с гелем для усиления эффекта геля? У меня слов нет. Хочется просто, наверное, напомнить про то, что на канале Бориса Цацулина есть прекрасный ролик, в котором он рассказывает, почему хондропротекторы не работают, почему весь этот глюкозамин и хондроэтин не работают в виде геля и не может работать в виде геля, а в виде принимаемых вовнутрь объектов работает не так же эффективно, примерно, как домашнего приготовления желешка, рецепт, который он также дает. У него в видео все подробно написано, посмотрите, пожалуйста. Приветствую вас, друзья, меня зовут Борис, вы находитесь на видеоблоге СМТ, и сегодня в моем очередном выпуске мы с вами поговорим об очень распиаренных и всем известных хондропротекторах о глюкозамине и хондроэтине. Сегодня мы поговорим о том, какую функцию эти вещества в теле выполняют, что они делают, и, естественно, работают они или нет, со ссылками на источники и исследования. Не тратьте свои деньги на эту ерунду. Если у вас вдруг есть лишние средства, которые вы хотите потратить, прям жгут корма, то вы можете присоединиться к команде спонсоров нашего канала на сайте Бусти. У нас уже 40 человек, всего от 200 рублей в месяц. Подключаете платную подписку, поддерживаете наш канал и даете нам возможность двигаться дальше и делать больше интересных и хороших видео. Так что подумайте над этим. Это будет гораздо лучшим вкладом в ваше здоровье и ваш прогресс, чем покупка подобных гелей и сорбентов. Это тот, который я уже пью 4 месяца. Так что переходите по ссылкам, сами ознакомьтесь, почитайте и не забывайте, что тело — это биомеханическая машина. Неожиданный. Неожиданный фит биомашина был, а ты смотри. И если ей неправильно пользоваться, то можно точно что-то поломать. Поэтому, пожалуйста, подтягивайтесь правильно, отточите технику, никуда не торопитесь, вы будете чувствовать мышцу, и мышца даже от меньших повторений будет намного лучше работать. Если вас интересует такой формат разбора упражнений, техник, обязательно пишите мне в комментариях, в каких движениях вы бы хотели это увидеть. Надеюсь, что это видео вам было полезным. А с вами был Красавин Иван. До новых видео совсем скоро. Счастливо, пока. Так, ну, видео было практически бесполезным, за исключением пары моментов, которые он действительно сказал правильно, да, которые действительно соответствуют действительности. В конце он, когда делал подтягивания, он не напрягал пресс, поэтому, если вы обратили внимание, у него то ноги уходили вперед, то они возвращались вниз. Не знаю, зачем в конце он показывал банки и спину, потому что очевидно, что он накачал, не выполняя подтягивания, потому что в подтягивании он не очень хорошо разбирается. Вот, но, тем не менее. Что касается в целом Ивана Красавина, это на самом деле не то видео, которое я хотел у него разбирать. У него есть еще одно видео про инсулинорезистентность, и там примерно такая же ерунда, как у Берга, и я хотел разбирать тот ролик. Вот, так что у него уже есть два ролика, которые мне не нравятся по содержанию, которые по содержанию не научны, что в целом приводит меня к мысли о том, что его канал не является самым качественным в плане информации, и я не могу его рекомендовать. То есть, ревизора не рекомендует этот канал к дальнейшему просмотру. На этом все на сегодня. С вами был Антон. Если вам понравились подобные видео, вы хотите, чтобы они выходили чаще, я уже сказал, как это можно сделать, как можно поспособствовать. Если есть предложения по личностям, или по конкретным роликам, которые в следующий раз надо разобрать, пишите в комментариях, пересылайте ссылки сразу на конкретные ролики, которые стоит посмотреть и разобрать. Я все комментарии читаю. Тем комментариям, которые мне понравились, ставлю лайки, ну а самым приятным ставлю вот такие вот приятные сердечки. Передай воздушный поцелуйчик и сердечко, пожалуйста. Потому что они согревают меня этой осенью. Сейчас уже холодает, комары какие-то появляются непонятные, и мне очень нужна ваша поддержка. Так что не стесняйтесь, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, и увидимся в следующем ролике. Пока!